День в этой многодетной семье начинается буквально с рассветом. Родители спешат собрать старших детей в школу, ну а после посвящают себя целиком и полностью малышам. Казалось бы, обычный день в обычной семье, вот только детей у Натальи и Тимофея Юдинцевых 10. История этой большой дружной семьи началась около 20 лет назад. В 2005 году супруги поженились, а спустя два года у пары родился долгожданный первенец, сын Павел. Вслед за ним на свет появились еще три мальчика и шесть девочек. Ну это чувствовать как бы на себе ответственность за своих братьев, ну стараться в меру своих сил и способностей, ну как-то их направлять, наверное, путь воспитывать, помогать с другой стороны, оказывать поддержку. В 2015 году по программе добровольного переселения соотечественников семья переехала из Харьковской области в Саранск. Наталья все свободное время посвящает воспитанию детей и ведению быта. Тимофей трудится в должности инженера электроника. Насколько тяжело быть родителями. С одной стороны, это очень тяжело, а с другой стороны, это, конечно, очень большая радость, большое удовольствие смотреть, как они растут, как то, что ты в них вкладываешь, появляются плоды от этого, от твоего труда. Это, в общем, замечательно, восхитительно просто. И все эти трудности, они как бы возмещаются этим всем. Радостей тоже немало, и поэтому это хорошо. Когда живешь ради кого-то, чем-то, может, ты жертвуешь не только для себя. А что, дети вырастают на глазах. Мы их воспитываем, мы увидим, как формируется новый человек, и ты можешь делать из него, ну, порядочного человека, хорошего, доброго. Как и в любой многодетной семье, в доме Юдинцевых нет места скуки. Каждый занят любимым делом. Дети Натальи и Тимофея хвастаются своими успехами в творчестве, науке и спорте. Сыновья Павел и Давид занимаются программированием, увлекаются резьбой по дереву, шахматами и электроникой. Двойняшки Инна и Алиса любят читать и играть на фортепиано. Я чувствую себя очень счастливой, потому что, ну, вот мои однокурсники, ну, меня часто спрашивают, вот, задают тот же самый вопрос, вот, и я часто считаю, что это очень хорошо, потому что мне, вот, говорят, что им очень скучно, вот, хотят тоже, чтобы было очень много братья-сестер, но, к сожалению, их так нет, как у меня. Вот, и я очень счастлив, что у меня так получилось, что я родилась в такой большой семье. У каждого из детей свой характер и трудности, но есть то, что объединяет Юдинцевых даже в самые трудные моменты. Музыка занимает отдельное место в жизни всей семьи. Пятеро детей посещают детскую школу искусств по классу скрипка. Любовь к пению и игре на музыкальных инструментах детям привели родители. Зимой Юдинцевы катаются на коньках и лыжах, летом ходят в бассейн. Совместное времяпрепровождение – неотъемлемая часть жизни большой и дружной семьи. Приучены дети и к труду, мальчики охотно помогают родителям в огороде, девочки познают азы кулинарного искусства. Я люблю с мамой печь кексы, крем делать. Уют и тепло домашнего очага – это цель, к которой семья Юдинцевых шла годами. И сегодня они с уверенностью могут сказать, что их цель выполнена. В доме Натальи и Тимофея царит радость, поддержка и детский смех. На вопрос, в чем секрет семейного благополучия, родители отвечают просто – нужно искренне любить себя, свою семью, детей и Бога. Ирина Суконкина, Владимир Надькин. Народные новости.